Это Игромания Флэшбэк, рубрика об играх, на которых мы с вами выросли. Каждый раз, когда эта игра упоминается вслух, кто-нибудь обязательно сядет и перепройдет. Конечно же, речь о Deus Ex. Когда Джон Ромеро предложил Уоррену Спектору сделать игру своей мечты, на свет появился один из самых загадочных феноменов за всю историю видеоигр. Проект с колоссальным потенциалом и бездной возможностей. Если вы не играли в Deus Ex, то ничего не знаете о свободе в видеоиграх. Развивая собственные идеи из первого и второго System Shock, Спектор ввел в ролевой шутер не только свободу выбора пути, но и социальный элемент. И это позволило игрокам погрузиться в придуманный мир чуть ли не с аквалангом. Смолисто-темное будущее Deus Ex, оно не за стенами и не в дневниках. Оно прямо под ногами. Неотделимое от опасных вылазок, антитеррористических операций и судьбоносных решений. Разработчики цветами ночи и металла написали картину всех модных трендов 90-х. Теории заговора, инопланетяне, черные вертолеты, тамплиеры. На любой вкус и цвет. Как нельзя лучше, вся эта паранойя сочетается с жанром киберпанк, Которому и принадлежит Deus Ex. Будущее наступило. Всюду киборги, наночудеса и неоновые звезды. Но с ними об руку идут колоссальное неравенство, тайное правительство и прочая бездуховность. Правительственный агент нового поколения Джейси Дентон по долгу службы видит мир со всех возможных ракурсов. Какие только злачные места ему не довелось обойти. Нью-Йорк, Париж, Гонконг. Все локации Deus Ex небольшие, но насыщенные песочницы с предельно ветвистой архитектурой. В каждую точку можно попасть минимум тремя маршрутами, каждое задание выполнить целым списком способов. Все здесь зависит от вкуса игрока. Ролевой элемент позволяет отыгрывать киберрембо с гранатометом, бесшумного убийцу или неуловимого призрака. А опыт начисляется исключительно за выполнение заданий, без учета ваших действий. Можете пройти игру без единого убийства или жарить детей из огнемета. Все только на вашей совести. Единственным ограничением стали взаимоисключающие киберимпланты. Они открывали доступ к новым маршрутам и тактическим возможностям, но порой приходилось выбирать и подстраивать свою тактику под полученные возможности. Создав колоссальных размеров игру, Спектр сочинил к ней сложную запутанную историю, способную лихо переворачивать ваши представления о мире с ног на голову. По 10 раз на дню. Все это обеспечило Deus Ex особое место на аллее игровой славы и в наших сердцах.